МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Реал Бодрик превращает женщин неприличной профетией в ответственных гражданок. Украине нужна ваша помощь. А также сегодня мы делаем из парковщиков полезных людей. Куда вы убегаете? Вы же не гаичник. Невоспитанных вандалов мы превращаем в нормальных болельщиков. У нас есть предложение, мы знаем, как можно с этим бороться. А вот наш Фрэнк наоборот превратится в хулигана. У нас там буквально две фразы осталось. Я сказал. Прямо сейчас Реал Бодрик. Второй сезон. Пакет реформы. Мы на связи. Всем привет. Это Реал Бодрик. Мы никогда не приносили обществу вреда. Но этого нам показалось мало, и мы решили приносить что? Пользу. Попробуй и ты. Вот, например, как быть с людьми той профессии, польза от которой абсолютно не видна? Люди, которые получают деньги и при этом ничего не делают, но максимум машут руками. Ты говоришь об этих? Нет, я говорю не о депутатах. Я говорю о парковщиках. Спокойно. Парковщиков я беру на себя. Бери. Парковщики, как форма вымогательства, знакома и неприятна каждому из нас. Но прежде, чем в очередной раз поднять вопрос об их разгоне, Реал Бодрик решил дать им последний шанс – загрузить реальной работой. Центральные улицы Киева. Стоимость часа парковки – 10 гривен. Плотность парковщиков – один человек на 30 метров. У нас есть предложение превратить всех парковщиков в первый уборочно-парковочный отряд Киева, сокращенно пупок. И чтобы пуповина вела прямо в казну, а не туда, куда обычно. Пупок. Наш девиз. Помощь, уборка, парковка. Здравствуйте. Вы общаетесь? Я пока не буду мешать. Программа Реал Бодрик. Мы не мешаем, когда человек общается по телефону. Хотим вам сообщить очень важную новость, которая касается всех парковщиков. Куда вы убегаете? Вы же не милиционер, чтобы убегать от камер. И не гаичник. Что за люди, а? А если бы я на машине подъехал, вы бы подбежали ко мне? Здравствуйте. Расскажите нам, как пользоваться паркоматом. Так расскажите, вы помощь или нет? Нет, я не могу понять, что происходит с нашими парковщиками. Куда они убегают? Вот когда человек на автомобиле и без камеры, он прибегает, нарисовывается, телепортируется. Странные люди. Вы в розыске, может быть? На задании? А вас парковщик тут припарковал? Или вы сами способны? Я сам способен. А вот у нас такая инициатива, еще нагрузить парковщиков в какой-то общественной работе. Например, собачка где-то сделала, а не убрали. Киевляне будут довольны, скажут, о, я знаю, зачем парковщики. Можно еще снег убирать зимой пока там. Снег убирать зимой. Вообще, все что угодно. Они же бесполезные по жизни. Вот. Слышали когда-нибудь про такую организацию Пупок? Пупок не слышим. И никаких комментариев мы вообще не даем без разрешения нашего начальства. Вот не понимаешь. Не мать чем заняться или что? Нам? Есть чем заняться. А вам? А что вы тут устроили какие-то, блин, шоу? Какие-то там шоу. Я просто вообще не могу понять, что вы зараз именно ходите. Скоро ваша организация будет называться Пупок. Первый уборочно-парковочный отряд. Пупок? Да. Первый уборочно-парковочный отряд города Киева. Чтобы люди больше не говорили, зачем нужны парковщики. Давайте их убирать, давайте не убирать. Чтобы уже не обсуждалось. Наша инициатива в том, чтобы парковщики все еще, помимо того, чтобы парковали, еще могли какую-то общественную помощь киевлянам. У вас будет на спине написано Пупок. Если вдруг собачка где-то, то есть вы так как первый, я вам дам пакетики. Вот себе оставьте пакетики. Да, оставлю пакетик. Может, вам два? Вот, это вам. Возьмите, возьмите. А что, вы руками будете убирать? Не, не надо, я убирать не буду. А, вы не будете убирать? Нет, у нас такого нет. Где у вас? Я вот не слышал, что парковщики должны здесь убирать. Программа «Реал бодрит». Сначала мы узнаем новость, потом парковщики, а потом уже все остальные. Вас же много. Вы знаете, какое количество парковщиков в Киеве? Надо, чтобы всем хватило пакетика. Это вам. В два пакетика. Кстати, вот, очень полный человек. У него развязался шнурок, а он зам не может. Вы подошли, завязали ему, рассказали про диету Дюкана. Вы можете рассказать, психологическую помощь оказать. Можете какому-нибудь водителю, другой девочке, которая впервые села за руль и еще боится. А вы побеседовали, рассказали. Кофе принесли. Ну, это как вообще, волонтерская деятельность? Премия от кого? От кого? От вашего руководства. От главного пупка. Волки санитары леса, а парковщики будут санитары города. Будет конкурс большой. Так что, вам не нравится или вам все равно? Нам не нравится. Не нравится это? А чего? Вам не нравится. Нам нравится так есть. Так как есть нравится, да? А людям не нравится так как есть. Куда же вы? Там же нельзя переходить. Правила дорожного движения нарушаете. Хотели перебежать. Я? Ну да, мы увидели, спасли вас. Мы вас спасли, вы нам должны. Программа Реал Бодрит. Аккуратненько, вы поранитесь. Человек, интересно, хоть знает, куда он зашел? Слышали про пупок? Нет. Нет, не слышали? Нет, не ко мне, отойдите. Программа Реал Бодрит. Мы сообщаем новости раньше, чем новости. Ближайший подъезд, ближайший магазин, банк, кинотеатр, кафе. Все, что угодно, где можно спрятаться. Даже пешеходный переход. Куда вы убегаете? От чего вы? Пуп. Это же звучит гордо. Как пуп земли. Мне интересно, по каким критериям берут на работу парковщиков. Он неузнаваем, он не должен общаться на камеру, он тупо должен брать бабло и сдавать его куда-то туда. Ну, куда все сдают. А куда все сдают, мы узнаем в следующей программе. Если в любой мужской компании, с чего бы ни начался разговор рано или поздно, он сведется к болтовне о ценах и о сексе, то в Реал Бодрит. Он обязательно скатится к беседе о футболе. Нет, ну почему? О сексе мы же тоже разговариваем. Просто футбол мы любим почти так же, как и секс. Тогда о наболевшем. После финала Кубка Украины по футболу даже самые набожные люди задумались, а может действительно Дарвин был прав? Ну кто еще, кроме обезьяны, будет лезть на ворота? Да даже барану этого не надо. Ему достаточно просто стоять и смотреть на них. Он их не трогает. Но кем бы ни были выбежавшие на поле вандалы, проблема видится в другом. Олимпийский еще раз продемонстрировал, что не готов к такому развитию событий. И Реал Бодрит решил взять ситуацию в свои руки. Пресс-конференция президента ФФУ в его офисе, который находится как раз на том стадионе, где и творилось неподобство. 2 плюс 2, передача Реал Бодрит, агент Грант. Мы вот делаем разные реформы, чтобы улучшить жизнь стране. И вот как раз заговорили про Олимпийский, про вот эти случаи, когда эти вандалы начали выбегать на поле. Вот у нас есть предложение, мы знаем, как можно с этим бороться. Как только заканчивается футбольный матч, любой на стадионе Украины, тут же в коридорах начинают танцевать красивые танцовщицы-стриптизерши. Эти девушки сразу же успокоят любого болельщика, он сразу же будет выходить на улицу. Вот как только судья свистит и начинает танцевать стриптизерши. Вот на выход, когда выходишь из стадиона. Пока фанаты быстренько бегут туда на девочек посмотреть, можно... Я думаю, у нас достатные органов, которые это могут затвердить. Спасибо большое. Реал Бодрис, мы на правильном пути по защите стадионов, полей, газонов и, главное, ворота. Но нужно узнать у девушек, что они думают об этом. Столичный стриптиз-клуб. Царство горизонтальных пилонов и вертикальных мужчин. Предполагаю, что девушки за свою карьеру слышали очень много разных предложений. Но сегодня от Реал Бодрит они услышат действительно дельное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да простят меня сейчас наши все мужчины-телезрители, но буквально на одну минуточку хотелось бы вас прервать от этого чудесного занятия. Это передача Реал Бодрит. Украине нужна ваша помощь. Всегда готовы помочь. Отлично. Только вы можете решить эту проблему. Это помощь в нашей компетенции? Конечно, конечно. Существует такая проблема, которая дискредитирует Украину в мире. Это недавняя проблема. Футбольные болельщики с недавних пор начали выбегать на стадион после игры. Тем самым они топтают газон, ломают ворота, ведут себя по-хулигански, скажем так. И только вы можете помочь. Реал Бодрит предлагает, чтобы вы приходили на футбольный стадион, и как только судья свистит, вы тут же начинаете вот так эротично танцевать. Футбольные все болельщики переключаются на вас. Уже никому ни газон не нужен, ни ворота. Вам платит Футбольная федерация Украины, директор стадиона, и еще и ребята, которые бы потратили деньги на пиво, отдадут вам на чай. Это берем свои пилоны и идем спасать стадион, да? Вот-вот, берем свои пилоны и идем спасать стадионы. Хорошо, вы готовы? Да, конечно. Отлично. Работа на свежем воздухе. Можно сказать, не пыльная. Друзьям можно смело говорить, что вы собираете стадионы. То есть вы нас поддерживаете, нашу инициативу и готовы спасти? Конечно. Отлично. Правильное решение. Правильное решение. Спасибо вам, девушки. Ура! Ты переживаешь, что твоя жена начала резко слишком хорошо разбираться в футболе? Не бойся. Это совсем не значит, что у нее завелся любовник-футболист. Да, более вероятно, что она ночами тайно пересматривает наш реальный гол. Просто он нравится даже женщинам. Реальный гол. Наш футбол всегда зрелищный. Быстрые футболисты любят скоростную езду. И у каждого есть транспортное средство передвижения. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реал бодрит. Если Ива Бобл смотрит сейчас эту программу, он думает, лучше бы я попал в рубрику «Реальный гол», чем в рубрику «Интервью с Фрэнком». Поправочка. В рубрику с неопытным журналистом, Фрэнк. А что, сложно ему пришлось? Ему было непросто. Начали. Начали. Вопросы за... В смысле, мы начали. Я думал, они начали. Мы уже давно начали. Бангаж легкий. Я просто не ожидал, что так резко все начнется. Представляете, первое интервью. Ива Бобл. Главное, первое слово сказал, и все, и дальше пойдет. В смысле, начать, главное, потом пойдет. Вы готовы? Я думаю, готов. Не волнуйтесь, не капли. Добрый вечер, дорогие зрители канала «Два плюс два». Сегодня мне невероятно повезло, потому что сегодня мое первое интервью. И так уж повезло мне, что сегодня у меня в гостях артист большой буквы. Ива, дамы и господа, Бобл. Бобул. 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 Да. Еще раз. Ива. Ива Бобл. Ты мне вроде так и сказал. Ваше имя, оно знаменитое в Украине. И... И не только. И не только в Украине. У вас гастроли... Сейчас меньше, раньше было больше. Почему? Меньше? Да. Ситуация такая. Откройте секрет. Столько лет на эстраде. Столько песен спета. Столько сцен оттанцовано. В принципе, я танцую, я пою. Ну, я видел ваше выступление, а вы пританцовываете. Нет, нет, нет. Я только пою, а танцуют другие. Я вижу... Борис Моисеев. Нет, не такие танцы вы... Такие вы так... Нет, ну просто это движение на сцене. Да. Столько музыкальных движений на сцене показано. Количество концертов... Ну, за 30 лет много. А сколько? За 30 лет? А кто же может посчитать? Мне бы очень хотелось, чтобы наше интервью запомнилось вам на... Надолго. Надолго. Я уже ее запомнил. Да, мне же очень интересно. Я знаю, что вы не любите говорить на банальные темы. Абсолютно не любите. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у нас получилось смелое интервью. Давай. Чтобы мы не говорили о темах беззапрета. О чем хочешь? Можно я задам вопрос от себя? Конечно. Просто то, что я думал, решусь на него, не решусь. Решайся, решайся пока и здесь. Я тебе отвечу. Вы готовы? Да. У вас очень красивые волосы. И так было еще всегда. И сейчас так же. Да. Как? Очень просто. Мои волосы и все. Нет. А что я должен сказать? Нет. Как мы ухаживаем за ними? Это не интересно. Каждый ухаживает как может. Ты не готов? Я готов. Я готов. Все, ребята. Я просто хотел. Вы же сами сказали любой вопрос. И я сразу про... Это из-за того, что я спросил про волосы? Не, не, не. Не, не, не. Не, не, в следующий раз. Так у меня не будет в следующий раз. Вы проходишь стажиров? Хотя бы блиц давайте с вами. Быстрые вопросы, быстрые ответы. Короткие ответы, быстрые. Мне не интересно с вами работать. Я не... Я... Что? Я, Вик, извиняюсь. Пойдем в вашу минуту. Соро. Ива Бобл скрылся с интервью неопытного журналиста. Совсем недавно я узнал, что он не изменяет. И дает интервью другому журналисту. А ведь неопытный журналист лучше другого журналиста. Я прошу прощения. Можно... На секундочку. Я прошу прощения. Если вы не против, можно потом... Нет, ты мне просто разум с тобой говорили. Не мешай. Ты не против. Я тренировался все это время. Я себя не сказал. Я вас обидел чем-то. Я же Мерсу взял для тебя. Извините, пожалуйста. Хотя бы... Хотя бы один комментарий к интервью. Реал Бадрит. Мы настолько остросюжетные, что от нас убегает даже Ива Бобл. Реал Бадрит. Наши реформы приносят массу удовольствия. И при этом не ведут к ожирению. Пока. После того, как вы посмотрите следующий выпуск Реал Бадрит, рождаемость в стране повысится. 18 тысяч мальчиков и 17 тысяч девочек. И даже не спрашивайте нас, как мы этого достигнем. После того, как будет выписан штраф, будет зачат первый ребенок. А еще мы усложнили жизнь ворам. Горячий – хорошая идея. Вам надо идти на выбор. А жизнь водителей мы сделаем безопаснее. Выходячая аварийная ситуация, понимаете? Это Реал Бадрит. Пакет реформы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова